Субханаллах, в этой жизни сколько людей делают поклоны кому-то помимо Аллаха, каким-то статуэткам, каким-то там богам и так далее. Самый великий почет, брат мой, который Аллах может тебе дать, дать тебе возможность делать земной поклон только одному Аллаху. Субханаллаху. И тот, кому Аллах, субханаллах, дал возможность сделать земной поклон только одному Аллаху, и этот раб сделал земной поклон только Аллаху, и этим поклоном не хочет ничего иного, кроме как довольствия Аллаха, Аллах дал ему великое почитание от себя, почитал его великим почетом. Мы с вами даже оценить это, представить до конца, осмыслить не можем. И когда этот почет человек увидит, его наградят за это, в судный день. В судный день. Аллах, субханаллаху, говорит, в судный день, когда голится голень, и всех будут призывать к земному поклону. Но они не смогут. То есть тот, кто земной поклон не делал в этой дуне, всех Аллах скажет, сделайте мне земной поклон. Верующие сделают. А эти люди, которые не поклонялись Аллаху, не смогут сделать земной поклон Аллаху, субханаллаху. Но у всех будут взоры в страхе, покорные Аллаху, субханаллаху. И потом Аллах, субханаллаху, говорит, но ведь я их призывал делать земной поклон мне в дуне, когда они были здоровыми. Ты сейчас, я сейчас, брат, здоровый. Поэтому, чтобы, аль-хамдулля, мы смогли с вами прекрасным образом сделать земной поклон Аллаху в судный день, то должны сделать прекрасные земные поклоны в этой дуне. И вот эти, о ком говорит Аллах, субханаллаху, здоровые, они делятся на несколько, по отношению к намазу, по отношению к земному поклону, на несколько частей. Есть те, которые приняли приказ Аллаха и сделали земной поклон. Как Аллах нам дал возможность с вами сейчас в этой мечети, в этом доме Аллаха, субханаллаху, прийти, сделать земной поклон. И благодарим Аллаха отдельно за эту милость. Из этих людей есть, субханаллах, которые вообще не знают, что такое азан. Вообще не знают, что такое азан. Есть те, которые слышат азан и не отвечают на азан. Знают то, что им приказано молиться, но они не отвечают. Как часто бывает, например, человек заходит в мечеть, слышит азан, но не остается, на намаз уходит. И есть такие люди, субханаллах, пускай Аллах убережет и нас, самые тяжелые на его сердце, когда ты его призываешь к намазу. Когда ты говоришь, читай намаз, делай земные поклоны. Аллах, субханаллах, это тяжко на его сердце. И из рези мусульман, Есть из мусульман те, которые наслаждаются в своих намазах. И когда стоят на намаз, хотят, чтобы он долго продолжался. Подобно, как сказал посланник Аллаха, эти люди, следуя за субханаллаху, все, что радует мое око, мое сердце, мое душу, мое тело, это в намазе, сказал посланник Аллаха, субханаллаху алейкумсалам.